Всем привет, добро пожаловать! С вами снова Наташа Бой. Сегодня отвечаем на ваши вопросы, пьем какие-то напитки. В общем, я что-то там брала, все, что под руку попадалось. Я надеюсь, что мои очки будут не сильно отсвечивать. А где, что вообще? Сейчас я разберусь, разберусь. Это самое, что-то я хотела сказать. Спасибо вам за ваши вопросики. Это было очень приятно, их столько много. В прошлый раз даже их было, по-моему, поменьше, поэтому я сейчас попробую на все ответить. Постараюсь успеть, каратенечко или не очень. В общем, разберемся. Так, открываю. Вопросы открываю. Сейчас. Я с мокрой головой, надеюсь, вы мне это все, простите, не накрашено. Короче, настроение сегодня такое. Так, это черри фреш, что-то там. Ну, ничего так. Похож, кстати, на доктора Пеппер. Или как там. Так, рецепт лапши. Все спрашивают про лапшу. Я как раз ее принесла. Это вот этот чан-джан-мён, который мы, по-моему, уже с вами ели. Его нужно варить. Он 70 рублей в ленте стоит. Его нужно варить там 5-10 минут. И там внутри такая, короче, пачка с соусом. Он не всем понравился. Это как бы сразу предупреждает, что там были, ну, комментарии, что не всем зашло. Поэтому смотрите, пробуйте. И просто соус, короче, выдавливаете туда. И он такой весь коричневый. Рецепт лапши. Вот, короче, я рассказала вам. Набираешь ли ты вес от такого количества еды? А вес, ну, короче, давайте так, за полтора года. Ну, практически полтора года. Сейчас что? Март. За месяц и... О, месяц. Год и два месяца. Ну, примерно 5 килограмм. Примерно. Причем они пришлись на такие тяжелые времена. Это ноябрь, декабрь, январь. У меня ноябрь, он, я не знаю, я бы его с каждого года жизни просто вырезала бы. Потому что я ненавижу ноябрь. Это вообще самый ужасный месяц. У меня всегда всякие проблемки именно в ноябре. Психологические, в общем, расстройства там. Хочется вообще выть от тоски. Из какого-то города, из Санкт-Петербурга. Почему ты ешь такие большие порции? И влияет ли это все на твое здоровье и вес? А такие большие порции я привыкла есть с самого детства. Я занималась спортом профессионально. Ну, полупрофессионально. И с утра я просыпалась, я практически не завтракала. Это был какой-то, не знаю, бутик или какая-нибудь фигня. Я шла на тренировку, потом я шла в школу. Со школы я приходила домой. А дома никого не было, потому что все работали. Соответственно, я, ну, там, мне сколько, 9-10-12 лет. Я же не буду себе еду какую-то готовить. Соответственно, я ем или что-то холодное, или какие-нибудь типа бутики с колбасой. Вот. А можно там не шуршать? Я извиналась. У меня кот дома. А вот, бутики с колбасой. Соответственно, после школы я прихожу домой, ем. И еду на вечернюю тренировку. Вечером возвращаюсь часов в 9-10 домой. И это мой первый прием пищи большой. Это суп, это какой-то, ну, все, что там мам, бабушка наготовили, то я ела. Это огромный прием пищи, но он один в день. Теплый, нормальный, горячий. И все. Больше остальное это все какие-то перекусы, какие-то булки, пиццы. Ну, какая-то фигня. Я привыкла с детства есть вот один прием пищи за раз. И всего остального там понемножку. Влияет ли на твой здоровье? Ну, вот в конце декабря я сдала все анализы. Там всякие УЗИшки и холестерин, сахарок в норме. Пока что нет. А на вес? Ну, на вес влияют не сами приемы пищи, а то, что я очень мало двигаюсь, очень мало, как это сказать, трачу свои калории. Это все, конечно, влияет на вес. Это когда после мукбангов идет еще один мукбанг. Вот я поела, прошло там час. Я думаю, надо сходить там, типа, еще пожрать. Вот это влияет, а не мукбанг. Кстати, многие думают, что у меня как бы расстройство пищевого поведения. И многие думают, что мукбанг – это и есть расстройство пищевого поведения. И что мукбанг как бы… Или ему он как-то способствует. Но на самом деле это не так. И вы как бы можете верить мне, можете нет. Я себя лучше знаю. Все-таки мы с собой 30 лет вместе прожили. Мукбанг – это как в качестве терапии какой-то, в качестве какого-то помощника, что вот завтра мне надо снять видео. Там через два дня мне надо снять видео. Это значит, что мы точно покушаем. Значит, сегодня не надо переедать, потому что завтра у нас видео. Мы завтра хорошо, вкусно покушаем. Ну, как в таком это все процессе. Поэтому компульсивное переедание – это не мукбанг. Компульсивное переедание, когда у меня флэшбэки такие немножечко идут, это когда после мукбанга начинается у меня второй мукбанг и так далее. Сколько вам лет профессия? Мне 29 лет. Я в профессии акушерка. Так, так вкусно. Расскажи о своих музыкальных предпочтениях любимые исполнители, любимые фильмы, актеры. Что сейчас смотришь в свободное время? Сейчас же я обожаю Евровидение. Сейчас увлеклась. Ну, не увлеклась. Каждый год перед маем мы всякие обзорчики смотрим насчет Евровидения. Музыкальные предпочтения, они максимально разные. Это там от Бритни Спирс до Ронштайна, Егора Летова. Потом и Пиратскую станцию я могу послушать. В общем, это все настолько разнообразно, все настолько под настроение. Я максимальный меломан. И свято верю, что у любого группы, у любого коллектива есть одна-две песни, которые мне 100% взойдет. Вот. Поэтому я все люблю послушать. Это самые любимые исполнители. Ну, их так нет особо. Там сейчас новенькие появляются. Все, что попса, все, что популярно, это я обожаю слушать. Там всякие из ТикТока песенки тоже прикольные. Любимые фильмы, ну, русскоязычные, это очень страшное кино. Нет, подождите. Это очень страшное кино. Это зачем я вспомнила. Особенно с национальной рыбалки. Что еще? Особенно с национальной рыбалки. День радио, День выборов. А из зарубежных это скорее больше... Ну, Марвел прикольные фильмы, да. DC мне не очень заходят. Они какие-то скучные, вообще очень странные. Марвел тоже как бы не особо, но получше. Это самое, что там... Это мои любимые режиссеры, наверное, Тарантино и Дэвид Финчер. У них практически все фильмы я люблю смотреть. Ну, и так где-то что-то по мелочи. В основном какие-то комедии и боевики. Я так не люблю. Ну, я могу посмотреть что-то там из Каннской программы кинофестиваля, чтобы так прям углубляться. Вот это авторское кино. Не очень мне нравится. Любимые фильмы, так и ответила. Актеры это Майкл Фассбендер, конечно же, на первом месте. На втором месте это Том Харди, потом Райан Рейнольдс и Райан Кослинг. Свободное время. Свободное время я смотрю снова сериальчики. Я вот досмотрела «Кремниевую долину». Ну, все, что, короче, я не смотрела, смотрю. Этого чеканной там монеты. Как его зовут? Ведьмака посмотрела. Ну, все, короче, все, что вот выходит. Мне нравятся сериалы детективные, когда одно, типа, какое-то убийство, какое-то вот расследование, оно, типа, целый сезон длится вот несколько серий. Это вообще прикольно. Мне нравится. Короче, детективные. Я все-таки сериалы больше люблю смотреть. Она из Питера. Это я, да, из Питера. Что там дальше? Расскажи какую-нибудь интересную, забавную историю из своей жизни. Моя жизнь, она состоит из интересных, забавных историй. И так какую-то конкретную, очень сложно вспомнить. Это, типа, как расскажи анекдот, и ты вроде знаешь миллиард анекдотов, но какой-то вспомнить очень тяжело. Я не знаю, у меня нет прям такой какой-то истории. У меня есть моменты, я помню, что там в школе было весело. Какой-то, ну, эмоциональный момент. Прям так сформировать это в одну историю, это очень сложно. Я вот не знаю, к сожалению. Елена, простите меня. Сейчас я буду три часа вспоминать. Ну, короче, может, если в конце вспомню, расскажу. Привет, расскажи, пожалуйста, кем ты мечтала стать в детстве. В детстве я мечтала стать стоямба. Мечтала стать женой какого-нибудь известного человечка. Так, давайте вот это попробуем. Кофе кола. Опять кола? Это я что-то это... Ужас какой. Это водичка, газики и ароматизаторы колы и кофе. Ну, такое. Странно. В общем, какой-нибудь женой. Я думаю, что если я выйду замуж, в общем, все мне будет хорошо. Главное, удачно выйти замуж. Видишь свою жизнь, как ты видишь себя и свою жизнь через 10 лет. Главное, чтобы было все хорошо. Через 10 лет, неважно где, неважно с кем. Главное, чтобы были какие-то позитивные вибрации. Дурадские газы. Позитивные какие-то вещи. И, в общем, у меня, чтобы в жизни было хорошо. Канал, надеюсь, что тоже будет существовать лет 10, дай бог. Если все это не накроется медным тазом, типа ютуба и так далее. Ну, короче, посмотрим. Натуся, привет. Я вчера первый раз зашла на твою страничку в инстаграме. Да, заходите на мою страничку в инстаграме. Буфабо. Посмотрела фото. Почему у меня сегодня все падает? Ты очень красивая, формы у тебя аппетитные. Кто пишет, что это жирно, я считаю, что это пишет анорексичка, либо те, которые на диетах, а всегда злые, поэтому хотят жрать. Ну, я не думаю, кстати, очень много комментариев о том, что злобные какие-то комментарии пишут анорексички и на диете. На самом деле, анорексия, мне кажется, что это такая болезнь, больше про ненависть к себе, чем к другим. Я не думаю, что люди с анорексией пишут, какие-то злобные комментарии. Люди просто, ну, недовольны своей жизнью, недовольны там, чем-то там. Они могут написать такие комментарии, но анорексия, голод. Я голодала, я сидела на диетах, но у меня мозг, он настолько был занят вопросами, где бы пожрать, когда ты сидишь на диете. Вот чувство голода, это на самом деле самое достаточно очень сильное чувство. Ну, по крайней мере, у меня, я не знаю, как в других местах, в смысле, у других людей, но когда я сидела на диете, меня не волновала ненависть, какие-то эмоции мне были чуждые. У меня была цель пожрать или цель похудеть, или цель что-то такого пожрать, чтобы похудеть. А ненависть, не знаю, это, мне кажется, какие-то другие люди, которые, в принципе, в целом недовольны там своей жизненной ситуацией и так далее. Вот при всех твоих плюсах красиво-прикольно, и фигура самая то. Ну, я бы поспорила, но ладно. Спасибо большое. Почему нет парня? Или, может, он у тебя есть? Ухожу, расскажи. Очень интересно. Плиз. Нет, парня нету. Я сейчас взяла перерыв в любовных делах и направила, как сказать, все силы на свою самореализацию и само... что-нибудь там. Самообразование, ну, скажем так. Короче, как это... Бог даст, все это будет. Не даст. Так вот, у меня уже два кота есть. Осталось прикупить 38. Не прикупить, а в смысле приютить еще 38. Ненавижу числительные. 38, короче, осталось котов раздобыть где-нибудь, и все, и жизнь просто удалась. Я все жду окрошки холодник. Что такое холодник? Холодник, я так понимаю, со свеклой, да, который такой смаринованный. Будет обязательно. Ну, ближе это... У нас тут это зима, снег за окном. Ближе к весне, к расцветанию, там, набуханию почек. Это какая-то мерзкая вещь. Можно я не буду это пить? Так. Это тоже типа кола, но мы ее на потом оставим так. Я тут это чудеса эквилибристики показываю. А, Натусик, привет, собираешься ли поехать одухать в этом году? Конечно, если да, то куда. У меня были такие планы, такие планы. Ого, прикольно. Такой типа как лимонадик лимонный с мятой мароккан минт. Нежно. Только по вкусу как будто он какой-то алкогольный. На самом деле он безалкогольный. Ну, коронавирус, коронавирус, все планы как-то мешает тасует не в нашу пользу с вами. У меня был такой вообще грандиозный план. Я надеюсь, что он осуществится, но ближе к Новому Году, я так думаю. Это ноябрь. Я уже перенесла все на ноябрь-декабрь. Я скрещу все пальцы. Все пальцы. Так, я думаю, что короче мы куда-нибудь поедем. Я куда-нибудь поеду. Я два года уже нигде не отдыхала и меня это давит морально на меня. Надеюсь, что я куда-нибудь съезжу и отдохну и поработаю. Рецепт лапши. Вот лапша вот такая вот 70 рублей в районе 70 в ленте и там соусы просто вот этот коричневый просто им заливаешь, но не всем нравится, поэтому как бы имейте это в виду. Сколько набралось в то время, которое ты на ютубе? 5 килограмм и вот все они пришлись на ноябрь, декабрь, январь. А, бывает ли тебе обидно от оскорблений в комментариях? Так, это я вот сюда можно перенесу, чтобы я могла рыгать тут спокойно сидеть. Нет, вообще не бывает абсолютно, это уже какой-то пройденный этап. Поначалу было тяжеловато, тяжеловато. У меня достаточно, как сказать, сильная психа, я нервная, но психа какая-то она, ну, стабильная. И, ну, у меня есть точки, которые вот можно нажать, которые можно подковырнуть, и вы, конечно, этим занимались. Это в самом начале насчет там платежеспособности, когда ты там три-четыре месяца снимала, и начинается эти вопросы, типа, а где суши, а что за бомжатская еда, а что за, короче, ну, говно какое-то из Ашана и так далее. Вот это меня, конечно, всегда, ну, укалывает в силу моих каких-то психологических расстройств, вопрос платежеспособности и так далее. Вот это было, конечно, обидно, я там даже какой-то видос типа делала, типа, это мой канал, это в таком все духе, я там все вам популярно объясняла, что типа не нравится, не смотрите. а вот сейчас, нет, сейчас уже все так ровненько идет, такая, типа, ну, читаешь комментарии, ты тупая, ну, окей, типа, ты там в общем херней страдаешь, страдаю, ничего страшного, нет, сейчас вообще такого нету. А по поводу влога не думала, как проводишь время, чем занимаешься, такое не думала снимать. Я не знаю, я провожу время, что вы хотите смотреть, как я в пятерочку ухожу. Ладно бы я куда-то поехала и снимала, это было бы интересно, мне самой было бы это интересно посмотреть и как-то оставить в своей памяти, да, оставить где-то на просторах интернета. Я тоже думаю, что вы ходите в пятерочку и навряд ли вам это интересно смотреть, что там купил, тем более я живу одна, я ничего так много, но не покупаю же. И сейчас все копится на развитие канала, копится на развитие, ну, в общем, на развитие канала, оставим это так, назовем это. И как бы сейчас особо в моей жизни ничего не происходит. Я сижу дома, я там куда-то поеду, родственников навещу, с друзьями встречу, но это такие, как бы, не особо интересные вещи, я не думаю, что это кто-то будет смотреть. В принципе, не то, что даже кто-то это будет смотреть, а не думаю, что мне само это будет, ну, интересно снимать. Надо же заниматься и снимать тем, что тебе нравится. Я там снимаю еду, потому что мне нравится. Снимаю какие-то рецептики, потому что пытаюсь научиться готовить, и это мне, в принципе, тоже нравится. Ну, влоги – это вообще не моя тема. Нет, наверное, скорее всего, влогов не будет. Вот, кстати, влог внутри Мукбанга, как там вот кореяночка, да, снимает. Она пошла в магазик, погуляла с собачкой, пришла домой, села там рядом с диванчиком и покушала. Вот это прикольно, мне очень нравится, я думаю, что мы обязательно попробуем там определенный момент развития канала. Вот. Это классно. А так отдельно не...